Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Таджанова, иммиграционный консультант из города Сан-Диего, штат Калифорния. Сегодня у нас 18 сентября 2019 года. Я не выпускала видео с прошлой недели, но у меня на то была причина. На прошлой неделе в субботу у меня из дома украли мою машину, и я была, конечно же, в таком шоке, когда я обнаружила, что её нет на паркинге. Но, к счастью, если машину украли 14 сентября, 17 сентября уже полиция её нашла, она вся в порядке, в целости и сохранности, за исключением того, что они украли мои духи, которые были в машине, и регистрацию на машину. Но это всё, можно сказать, можно восстановить. И хочу сказать, что не оставлять в машине ничего, потому что воруют. Вот так. Я надеюсь и желаю, что у всех моих подписчиков всё идёт хорошо и всё идёт по плану. Сегодня я хочу вам рассказать о хорошей новости, об одобрении грин-карты по замужеству на основе студенческой визы. Прежде чем я начну это рассказывать, ещё раз хочу напомнить, я иммиграционный консультант, не адвокат, и я помогаю в заполнении иммиграционных форм. Если вам нужно привезти вашу невесту, вашего жениха, мужа, жену, детей, родителей, также если вы находитесь в США и вы хотите получить гражданство, вы хотите получить свою грин-карту, поменять свою грин-карту, если она у вас была утеряна, вот в этих всех процессах я вам могу помочь. Для тех, кто находится в Сан-Диего, хочу напомнить, что я являюсь нотариусом и могу вам помочь в нотаризации документов и получении вопастили документа из секретариата штата. Вся информация обо мне, как связаться, вы можете найти в описании этого видео. Маленький анонс, теперь у меня есть партнёр, и как бы работа и связь с клиентами будет идти по-другому, потому что мы будем работать немножечко по-другому. Это также иммиграционный консультант, и номер телефона моего скоро изменится, и мы планируем, что теперь общение будет происходить только через имейл и только через мессенджеры. И также я скоро предоставлю вам свой новый номер телефона. Вот такой у нас анонс, а теперь давайте расскажу о замужестве на основе студенческой визы. Значит, мы все знаем, что студенческая виза, если вы сюда приехали по студенческой визе, вы можете поменять статус, но, естественно, мы знаем, что молодые люди, когда учатся, они встречают своих однокурсников, там по работе иногда могут встретить, если они работают на кампусе. И вот это такой случай, когда девушка приехала сюда и вышла замуж за своего однокурсника. В целом, этот процесс шел очень долго, потому что произошла такая проблема со сменой адреса. Адрес сменили на почте, а с USCIS адрес не изменили. Хотя они и говорят, что они меняли, но в USCIS утверждают, что это было не сделано, что это не было сделано. Вот такая заморочка и протянуло время того, что вместо того, чтобы получить в течение года, их заняло это очень-очень долгое время. Но счастье в том, что они уже прошли интервью, и мне девушка рассказывала, что интервью прошло очень быстро, очень легко. Их не спрашивали, их не пытались там завалить. И у них было, ну, наверное, где-то, ну, 20 минут от силы ушло на это интервью, и поэтому они были счастливы. И немножечко теперь о процессе. Если вы приехали сюда по студенческой визе, и вы находите, и вы встретились с молодым человеком, или вы встретили девушку, на которой вы хотите жениться, или выйти замуж за вашего однокурсника, то основное условие это должно быть, что он является гражданином США. Если он является гражданином США, после подачи документов, даже если ваша виза истекает, вы имеете право дожидаться смены статуса здесь, в Соединенных Штатах. Хочу сказать, что если у вас нет разрешения на работу, вы не можете работать. Вы должны будете дожидаться разрешения на работу, и вы должны будете не нарушать правил. Вот так скажу. В целом, вот такой процесс. Подаются все документы вместе. И после того, как вы подали документы, вы дожидаетесь фингерпринта или же отпечатков пальцев, и потом уже по течении этого процесса, если у вас не хватает дополнительных документов, они запрашивают у вас дополнительные документы, а если же все в порядке, то вас приглашают на интервью. Значит, на интервью вы должны будете доказать, что ваш брак является настоящим, что вы встретились здесь, и что вы полюбили друг друга, и это никоим образом не является замужеством или женитьбой ради гринкарты. Вот такая ваша должна быть основная цель. Ну вот, давайте пожелаем счастья молодым людям, и я также хочу пожелать удачи всем тем, кто собирается сюда приехать, в Соединенные Штаты, и, как всегда, если вам нужна моя помощь, вы можете обратиться ко мне, связаться со мной, и я буду больше чем рада помочь вам в этом процессе. С вами была Зара, всего доброго, и мы на связи.